В Каренплаза купила огромный мешок морковки. Она крупная, я люблю с такой работать. Хочу попробовать попродавать. Мне Алексей сейчас сделает разрешение на приготовление пищи на дому. Если у меня все сложится и получится, то это будет первая моя морковка для бизнеса. Ну и часть, естественно, дома мы съедим. Потом у нас еще намечается пикник. Со школы английского языка. То есть я им обещала что-нибудь корейское. В общем, я думаю, что мы управимся. Здесь 25 лб, 25 паундов. Это примерно около 12 килограмм. Морковь взяла. Так, в магазине еще взяла, вот, смотрите, зелень. Это у нас 3 пучка лука дают на 1 доллар. Взяла. Здесь у меня 2 пучка кинзы. Ой, вернее, 1 пучок кинзы и 2 пучка петрушки. Это если я буду продавать морковку, то буду спрашивать у клиентов, что они предпочитают, петрушку или кинзу. Вот. И буду, соответственно, ложить зелень, чтобы было вкусненько людям. Потому что я люблю морковку все-таки с зеленью. Две упаковки чеснока взяла. Они по 1,29$, что ли, что-то такое, короче. Я взяла про запас. У меня есть, в принципе, 2 упаковки. Одну я начала уже, вот, а одна целая еще есть. Но это я взяла про запас, потому что если буду делать морковку, чеснока будет уходить много. Дальше. Взяла капусту. Если у меня будет желание, настроение, мука у меня есть, я в субботу, может быть, сделаю к пикнику пигоди. Посмотрю. Пока еще у меня голова забита тем, как эти пигоди в горячем виде, хотя бы в теплом виде, доставить на пикник. И чтобы люди попробовали не холодные пигоди. Потому что фарш довольно-таки жирный. Вот. Ну, буду думать. Если придумаю, куда во что завернуть, как транспортировать, чтобы сохранить теплые пигоди, то приготовлю. Ну, и если совпадет, что у меня будет настроение. То есть должно быть 2 вещи совпасть. Дальше. Взяла сыр с плесенью. Алексей еще не покушал. Если не покушал, могу его сейчас угостить. Вот такой кусочек сыра с плесенью взяла. Дальше. Масло авокадо я вам показывала. 16.99. Я давно уже хожу на него, смотрю. Он по акции. Думала, куплю, не куплю. Вот. Ждала, когда перееду. Вот, наконец, переехала. И чтобы уже не перевозить потом с одного дома в другой, сразу вот. Переехав, купила в новый дом. Авокадо, масло. И вот этот бахчеван-брынзочку, которую мы обожаем. Так. Все. Все эти покупки мне обошлись в... Сейчас скажу. А, забыла вам показать. Еще за 6.99 взяла вот такую штуку. Сегодня был дождь, ребята. Поэтому я взяла сегодня для камина полено. 6.99 вот такая штука стоит. В Карен Плаза. В Карен Плаза все товары, которые видите на полке, ценники, они не облагаются дополнительными таксами, что очень большая редкость для Америки. Поэтому, если видишь 6.99, значит 6.99. Цена хорошая, потому что в других магазинах тоже стоит 6.99 примерно. Но плюс еще таксы, налоги. Вот. И все эти покупки мне обошлись в 56 долларов 27 центов. Кому понравилось, обязательно не забывайте ставить пальчики вверх. Как тебе мороженое с фудбанка? Вкусное. Офигенный, да, фудбанк? С фудбанка мороженое. С фудбанка клубничка. Даже я взяла себе тоже рожок. Там 4 было рожка. Ой, там я разбираю потихоньку эти ящики. Здесь у Миши учеба. И здесь у меня учеба. Олежка один на балконе у нас сидит. Кусто, Мишутка? Нравится? Класс. Доброе утро нашей доброй половине аудитории. Всем хорошего дня, отличного настроения. Ну, а я второй день подряд уже еду с утра на фудбанк. Вот. Сейчас встречусь там со своей соседкой Надей. Вот. Сразу после фудбанка припаркуемся. Я ей скину все сладкое. Ребята подъедут тоже. Фудбанк хороший. Поэтому, несмотря на наш переезд, с разных сторон мы все там встречаемся. Место встречи у нас теперь фудбанк. Вот. Лобное место, так сказать. Короче, я прогреваю машину. У нас сегодня на момент съемки 7 июня. И что я вам хочу сказать. Холодрыга неимоверная. Прям, я думаю, кофту сейчас еще надену. Если мы будем там на улице тусить. 100% кофту надену. Этим нам нравится очень климат Калифорнии. Я думаю, что ночью даже в самый-самый там знойную жару, а летом до 47 градусов доходит. Ночью все равно свежо. А когда днем в пределах 30-35, то ночью даже прохладно. Вот. Сейчас у нас немножко упала температура. Днем было где-то 25-27. Даже дождь вчера небольшой прошел. Вот. И ночью прям холодно. Мы аж окна закрыли. Вот. И сейчас с утра тоже. Время 8 утра. Очень даже холодрышко. Вот. Я уже прогрела машину. Все. Обороты упали. Поеду. Возьму вас с собой сегодня. Сегодня мы с ребятами и с детьми приехали в магазин Костка. Здесь нас сразу на входе встречают клумбы. Да, нет. Берешь и там на кассе платишь. Да. Вот 19 баксов. Здесь проходят все и на карте не спрашивают. Вау. Это что? А, нет. Я думала, это такая плазма. Это телевизор. Телевизор, да. Стиральная машина. Кассарик. Как 10 тысяч для рафки. Ну да. 5 дней работы. Да. Телеки. А где телевизор, да? Ну, по нынешним меркам ценовой категории это вообще дешево, можно сказать. 300 долларов телевизор. А если по-российским, то да, это дороговато. Ну, хорошо, что здесь платят не российскую зарплату. Да, не рублей. Да, не рублей. Сейф. Это когда будете много денежек зарабатывать, купите? Ну, это спустя, наверное, 6 месяцев в год можно. 6 месяцев в год. Да. А выбор-то какой разнообразный-то, а? Ой, сейчас тебе напишут. А то в России нет таких магазинов. Ты где жил в России? Я? Ну, не в Москве, конечно. Они все время. Даже ничего не говоришь про Россию. Просто показываешь, как здесь круто. Ты мне мышку нашел? А всякую мышку нашел очки. А ты по мере их нашим здесь прям... 1400 велик вот такой. А вот такой почему-то 3400. Давай субтегик. Потому что колесы, и другие, больше всего рассеянные. А-а-а. А тут электроэлектро. А что, он дешевле, чем обычный стоит? Ага. Может, акция? Столь, 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 столь. Ага. Ага. Слушай, это нехорошее, девятнадцать. Мы в этом Волмарте дороже брали. Это зарядник для аккумулятора. Всего лишь 15 долларов. Офигеть. Не, не, не. Выше вот хат, где вот эти вот. Электропускатели. Как эти дикарище приехали тут. Всем мешаем, американцам мешаем проходить. У тебя, видишь, у тебя еще прав нету, ты у нас тележки рассекаешь. Понявятся права? Это не за банка. Повербанк это для телефона. А это для машины повербанк. Только в этом их подуши. Ну что? Еда. Пойдемте, вы скажем, у них как-то. Пойдем. Так, 7,19. А, это органик. За 2 паунда 7,19. Да. Это 6,20. Осторожно. Дорого вообще-то? Мал, это вот 7,20. 7,20. Здесь тоже 2 паунда, да? Ну, это же дорого. 2,20. Это вот это весит. Это 2LB. Это почти килограмм. 900 с чем-то грамм. Прям проплана. Ага. Зеленушка. Походу, это все органик, Мишаня. Поэтому так дорого. Пошли отсюда. Да, органик. Это не органик. Органик, не органик. Зеленый это органик. А, вот Миша вычислил. Зеленые ценники органик, а белые ценники не органик. Виноградик. Грибочки. Мушрумс. Давай, пойдем. Первый раз мы в Костка. Спустя больше года жизни в Америке. Большой магазин. А мы на 14-й день. Да, ребята на 14-й день. Чешенка. Черешенка. Два паунда за 10 баксов. Здесь так мясо хвалят, кстати. Я вчера как раз только читал. 51 доллар вот такая. Где, говорят, мясо купить на шашлыки? В Костка, Костка, Костка. В комментариях все Костка рекламируют. На какой-нибудь этот, просто на день рождения, взять, купить. Костка. Горнятина. Костя очень долго. Это же при Бриске только, да? Ну да, у этого, наверное, какая-нибудь окорок какой-нибудь, нет? Не, вроде бы Костка. Костка. Бриски. Более. Поле. Американ. Слышите, в Карен Клаза доллар с чем-то два, с чем-то еще. Еще здесь такие цены дорогие? Это блокю, потому что говядина. Это все походу. Мы, короче, не в том отделе, да? В котором мигранты питаются. Все, блокю, это шумрамот сам. Ладно, извините, проходим мимо. Ой, такой лоток мне, кстати, давали на футбанке. В загнивающей Америке. Да. Да. Ну, получше цены хотя бы. 11,99. Ваш москрат 20 долларов. Не, я думал, вот за такую. За паун 4,79. Вот за такую штуку. 20 долларов, мне кажется, это прям... Мы будем толстые с тобой, Константин. Прям, это вполне достаточно или что-то дорого, что ли. 20 баксов. Ну, тут вес какой, посмотри. Почти 4 килограмма. Ну, хорошая. Похоже, не понимаю, что на мясо смотри. Да, все. Ну, вообще. А вот по рубль 49. Шейка? Не знаю, похоже на шейку, да? Вот порк, да, это... Порк это что? Порк это свинина. Я не помню, вчера вот буквально изучали шею, глаза, уши. Короче, вот рубль 49 нормальная цена. Ну, такое кусище на 12 баксов, ничего так, да? Вообще шикарно. Вау, вот это вкусно должно быть. Ну, да. 14,99 за паунд. Так, пока это дорого. О, давайте здесь 100% хуже будет. О! Оно спит уже. Не, 10 часов. Голубь. Что там, десяточка? Это 10. 11. 9,99 за что? 34 доллара. Ну, это целый кусок, там больше же паундов. В зависимости от того, какой вес. Очень любят в Америке всякое полуфабрикатное, готовое что-нибудь. Вот поэтому спрос порождает предложение. Вот они тут и предлагают. Вот, смотрите, семга. Ценник очень даже приемлемый. Десяточка. Чисто кунец, мясо-тунца. Мясо-тунца, да. Нам на футбанке, кстати, давали. Оно сухое, такое, мне не понравилось. Это мидии, рыбка. Оно гребешки. Гребешки по 20 долларов за паунд. За полкило 20 долларов. Гребешочки. А это у нас клешни рака. Клешни рака стоимость 14.50 за полкилограмма. За паунд. А мне вообще нужна посуда одноразовая. 3.49 за паунд. Мама, Соли, я выше тебя. Ага. Это куриная грудка. Море пива. Опять ногти не пошли, Михаил. А здесь маринованные уже, шашлычки пошли. 7.99 за паунд. Ножки. 2.99. Возьмем? Нет. Я спрошу саму. Прям 10 долларов. 3.79. Наса. Маринованные. Писташки 14.99. Кешью 12.89. А, вот такое давали один раз на фудбанке. А, да. Это типа голубцы на китайский манер. А вон они катаются. Курочки. Это тоже маринованное что-то. Это кубличный жир такой. Вот такое вот магазинище. Здесь всякие, смотрите. А что это такое? Да, это трава-догложе барбекю. И 32 доллара жаришь. Мир сыров. Кто любит сыры? Здесь их просто, каких только нет. Смотрите. Такие эдакие. Терлок. Или как его там? Теламук. Теламук. Чеддер. Кстати, наверное, я тут могу найти, мне так кажется, Бурата. Мы обожаем Бурата. Вот она. Короче, здесь что угодно можно найти. Полкило Бурата. 8 долларов. В принципе, доступный ценник. Нормальный. Может, возьму сейчас, подумаю. Вот это, смотрите. Bulgarian White Cheese. Болгарский. Бурата и болгарский. Ценник одинаковый. Только Бурата 1 паунд 8 долларов. А болгарский 2 паунда 8 долларов. Смотрите, написано болгарский сыр. Вот такое нам давали один раз на футбанке. Вау, смотрите. По-моему, этот сыр немножко гауда чист. По-моему, он испортился. По-моему, это не плесень, а вот именно то, что не должно быть здесь. Когда-нибудь гауда такую видел? Лицы? Это типа приколка, да? Я думаю, что это испорченная, потому что остальные куски нормальные. Не, ну, она лица чуть не вакуируется. Ага. Прикол, да? Полтененки. Полтененки, говорит, отдадут. Так, а вот это вот, кстати, вот это вот вкусно. 7,79. Забрели мы в любимый отдел Алексея Николаевича. 32 бакса Джек Дэниелс. Джим Бим 19. Вот такая вот небольшая бутылочка. Вискарика. Вот. Чтобы вы понимали, здесь литр 75. 33 бакса. 33 баксюльки. Вот такие эдакие, какие только нету. Что, попил напитки? Не, да, не спрогай. Ну, иди, я не хочу. Они сладкие. Нету посуды, блин. Вернее, мы их внесли. Это есть глубокая, но она вся. А вообще, в принципе, одноразовая. Она что-то дня? А, да? Что, ты прошелся? Не подходяйте ей сюда. И что, вкусно? Очень. А где у нас Костя? На правку. А, он из виноводочного выйти не может. А, что, просыпал? А, вон он нашел посуду. О, да, началась посуда. А, да. А, да. А, да. Я курю. А, да.